Всем привет, доброе утро! Мы с Хатичкой уже вышли на утреннюю прогулку. Сегодня у нас 9 мая. Я хочу поздравить всех россиян с этим праздником, с Днём Великой Победы. На самом деле, возможно, это звучит немного странно, но 9 мая — это один из моих самых любимых праздников. Не знаю почему, у него есть какая-то своя атмосфера такая магическая, очень воодушевляющая и вдохновляющая. Поэтому я всегда этот праздник стараюсь отмечать. Я думала, кстати, записать кавер на очень классную песню, но сейчас я точно не успею это сделать. Сегодня, возможно, в ближайшие дни я его запишу, но обещать не могу, потому что, знаете, я прихожу с работы довольно поздно, причём с работы я прихожу уже уставшая, надо себя в порядок привести пока-то сюда, так и с собакой погулял. А это не могу сказать точно. Ну, Хатчик у меня гуляет сама. Не знаю, видно ли, наверное, нет. Я её выпускаю без поводка с утра, и она гуляет, ходит, а я стою на асфальте, потому что сейчас после дождя грязно. Всё, мы сейчас гуляем, и я бегу на работу, потому что уже время половины восьмого, наверное, а мне нужно было в восемь быть там по-хорошему. Ну, приду попозже, ничего страшного. Человек как весело на работе стоит, просто на задке качается. Та-дым-та-дым. Мы уже сейчас расстарили. Розы почти закончились все. Мне вот эта нравится, я очень хочу её посадить себе. Как вам такой дождь стаял? У меня мокрая всё, даже спина. Господи, кошмар. Всё, рабочий день мой закончился, иду домой, взяла вот такие штучки. Очень классно помогают, не знаю, кто занимается, садом, огородом. От жуков, от всякой гадости. Би-58, отличное средство. Я розы им обрыскаю, вообще можно им всё что угодно обрабатывать. Мне тут подгоняют, поэтому надо пользоваться. Всё-таки только что записала для вас кавер, писала его на песню «Журавли» Марка Бернеса. Кто со мной давно, вы знаете, что я когда-то это уже делала, но я писала на версию Юлии Савичевой. А сейчас я записала именно оригинальную версию. Не судите строго. Тяжело, тяжело эмоционально, тяжело после работы мне физически. Вообще у меня, я очень давно не пела, в принципе, и у меня голос начал выходить из-под контроля, короче говоря. Вот, поэтому строго не судите. Но мне нужен был какой-то эмоциональный выход, потому что я с утра уже говорила, что я всегда переживаю этот праздник, и мне очень хотелось что-то такое сделать. Для вас оно уже на канале. Собственно, к тому моменту, как я записываю этот кусочек, я его уже выгрузила. Вот, что у нас по планам. По планам мы сейчас пойдем гулять с Хати с вами, и мне сегодня нужно будет обязательно постричь ей когти. Вот, все, что я вам хотела сказать. Все, мы уже сходили погуляли, все дела переделали. Что я, собственно, засела сюда, я сейчас немножечко потренировалась. Ну, я делаю каждый день небольшую такую а-ля зарядку. Вот. И что я засела-то? А, да, сейчас закончится вот этот вот видеоролик, и начинается Мюхтыщим Юзил. Великолепный век, ребята. Что я его смотрю? Почему? Объясняю. Я смотрю серии на русском языке, и те же серии смотрю на турецком языке, чтобы она слушать речь и новые слова запоминать, брать в оборот. Вот. Поэтому в ближайшие пять часов я буду занята просмотром фильма. Он идет либо до 11 вечера, либо до 12 по-разному каждый раз. Сегодня, наверное, он будет идти до 11, потому что, скорее всего, потом поставят какой-нибудь ко дню победы передачу. Вот. Я даже не уверена, что я выйду еще раз на связь с вами, но поэтому на всякий случай попрощаюсь. Спасибо, что был этот день со мной. Какой-то он получился ненасыщенный. Но ничего, надеюсь, что завтра будет лучше, веселее, интереснее. Всем спасибо, всем пока.